Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 17 ноября, день Иннокентия Великого, назван в честь преподобного отца Иннокентия Великого. Ребенком он пас домашний скот и уже тогда усердно молился. Целыми днями стоял он в каком-либо уединенном месте и молился Богу. Когда он удалялся на молитву, то осенял стадо крестным знамением, и стадо никуда не расходилось. Его не расхищали ни звери, ни воры. В дальнейшем он был отличным воином, но согласно Божьему промыслу оставил все и стал пустынно жителем. Сегодняшний день имеет название Дина Романа и Платона. В народе считали его опасным, старались без особой нужды не выходить из дома и не начинать никаких дел. И все из-за того, что сегодня все духи выходили на свободу и пытались проникнуть в избу, чтобы взять угля из печки. Чтобы этого не допустить, проводилось большое количество разнообразных обрядов. Вообще сегодня не давали никому огня. Если дашь, то нечистая сила заберет домашнее счастье и благополучие вместе с углями. И кстати, духи предпочитали селиться в домах и избах, в которых двери не закрыты. Поэтому крестьяне сегодня запирали двери и не приглашали никого в гости. Однако, молодежь игнорировала запреты и собиралась в шумные компании. Парни и девушки веселились и иногда до самого рассвета. Приметы. Сегодня нельзя ничего выносить из дома. Счастье потеряешь. Сегодня нельзя никому давать денег взаймы. Сегодня нужно начертить кресты над дверями и окнами с помощью мела, чтобы нечистая сила в дом не проникла. От злых сил можно насыпать на подоконник немного рябины, и она, нечистая сила, не проникнет. Не следует сегодня играть в свадьбы, заключать сделки или судиться. Знакомиться с новыми людьми. Все будет неудачным. Если у вас есть подозрение, что у мужа есть любовница, не отпускайте его сегодня никуда. И он вновь станет верным. Если синица прилетела к жилью и здесь допела, это к снегу. Если синица молча летает под окном, это к холоду. Теперь добавим, как раз Михаил сказал, о вкусе мы сюда добавим метка. Все знают, что когда человек занимается физическим трудом, он тратит углеводы. И много не надо, но тем не менее мы добавим. Примерно там столовую ложечку. А! Вкусотище. И наконец-таки, наконец-таки, как это все соединить? Мы будем соединять в кисломолочном. Кисломолочное что оно делает? Ну, Маша хочет сказать. Улучшает микрофлору кишечника. Правильно. Улучшает микрофлору кишечника. И кисломолочное также содержит аминокислоты. И аминокислоты. И тем самым кисломолочное будет укреплять наш иммунитет, способствовать пищеварению. И мы это все додавайте все отсюда добавим. Вот. То есть можно ряженку, можно еще что-то. И теперь мы это все закрываем. Пробный проворот. Опа! Две минуты пускай мелется. Чтобы все это соединилось в однородную массу. То есть здесь теперь не будет что-то там. Пшеница сама по себе. Петрушка сама по себе. Перец сам по себе. Это все станет каким-то единым мономером. Ну да, будет полноценно смешанный коктейль. Сюда бы можно еще добавить в случае чего. Можно сыруе яйцо вместо, допустим, творога. А можно есть творога вместе. Сыруе яйцо мы все знаем по кинофильму «Рокер», где Сильвестер Салоне, вернее, герой Сильвестер Салоне каждое утро добавлял, я уж не помню, ну, несколько, скажем так, яиц и вот такого же плана коктейля. Но в его случае, конечно, о таком ингредиентном составе, о таком богатстве всевозможных продуктов даже речь не шла. То есть мы сейчас имеем явное преимущество перед тем чемпионом по боксу, которого играл Салонин. Остается только упорство и наши продукты, и мы его побьем. Совершенно точно. Такой коктейль не пробовал. Ну, я тоже, я скажу честно, что, конечно, ну, все мы люди взрослые, по отдельности мы знаем, что все эти продукты полезны. Ну, а вот в таком сочетании я тоже сейчас буду пробовать это впервые. Сейчас я сам попробую сперва. Чтобы убедиться, что ничего не нужно дополнительно добавить. Да, 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 да. Попробуйте. С удовольствием, с удовольствием. Прекрасно все смешалось. Выглядит очень аппетитно. И сейчас, сейчас попробуем, как это на вкус. Не спешите. Потому что то, что это полезно, мы знаем. Его можно сделать более таким насыщенным, погуще. Ммм, очень необычно и вкусно. Ммм, и сладенько. Можно больше добавить сладости, чтобы притерности не было. Можно больше творожка, можно больше зелени. Очень вкусно. Я все-таки ожидал, что будет, ну, какой-то такой специфический привкус, да, потому что, ну, когда много здоровых продуктов, то мы все психологически готовы к тому, что, ну, это особо вкусно-то и не будет. А прорушившую пшеницу вы там ощущаете? Да, да, да. Ну, она там не на зубах как-то-то не та. Нет, 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 нет. Прекрасно все смешалось, очень вкусно. 21 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток активирует творческие способности. В организме ускоряются процессы обновления и оздоровления. Особенно благоприятные совместные занятия по интересам. В течение этих лунных суток проявляете высокие нравственные качества. Если вы решили сменить работу, то сделать это сейчас самое благоприятное время. Энергетика суток подавляет работу печени. Поэтому в питании отдавайте предпочтение продуктам с кислым вкусом и красным цветом. Они поддерживают энергетику печени. А потребление животных жиров и белков ограничьте до минимума. 22 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток стимулирует умственные способности человека. Это наиболее благоприятное время для получения новых знаний. Сейчас энергия находится в области нижней части позвоночника. Поэтому не переохлаждайте область поясницы и крестца. А в тренировках будьте умеренны. Что касается питания, то есть можно сегодня много. А чтобы не обременять органы пищеварения, предпочтение отдавайте растительной пище. Это могут быть салаты, слегка тушеные овощи, свежевыжатые соки. И обязательно гуляйте в этот день. Любуйтесь красотами природы. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok